Как меня слышно? Хорошо, плохо, а новая вебинарная комната? Вчера не смогла сама себе дать логин, пароль от новой вебинарки. Думаю, а куплю эту. Не фонит ничего, все хорошо? Так, все, замечательно. Ну что ж, всем отличного настроения, еще раз привет. И у нас сегодня с вами тема, как организовать свое время или как все успеть. И еще я добавила тему, как выйти на авторекрутинг. То есть я с вами сегодня поделюсь тем, как я вышла на авторекрутинг, но это будет плюсом только для тех, кто был на вебинаре. Кто не ходит, я не буду это записывать, потому что это погромче, потому что это, в принципе, конфиденциальная информация. И мне бы хотелось с вами лично на эту тему пообщаться. Поэтому вот вам такой бонус в конце вебинара. Нормально теперь? Наташ, хорошо? Ну все, замечательно. Я прибавила больше половинки. Вот, значит, дорогие директора, директора, я вижу директоров на школе, и, конечно, дорогие топ-лидеры. Скажите, пожалуйста, что мы хотим? Потому что без цели организовать свое рабочее время у нас не получится. Нужно четко знать, допустим, или вы хотите какую-то зарплату, вот такую-то, такую-то, да, допустим, там, я хочу 500 тысяч каждые три недели. И вот у нас с вами появляется цель, и мы к ней идем. Расти – это не цель, Надя. Можно долго хотеть расти, мне нужна именно цель. К чему вы идете? Личностный рост тут 100% уже будет. Как вы поняли, мы тут не только рекрутеры, да, мы тут и психологи и так далее, и так далее, да, то есть мы тут все. 70 тысяч в месяц для начала. Свет, очень хорошая цель – достичь финансовой свободы. Цифры мне нужны. Финансовую независимость выплаты от 200 тысяч. Розилия, минимум 30 тысяч. Вот, вот, да. То есть, смотрите, все у нас с вами расходится, но у нас с вами все преграды, они у нас в голове. Самое главное, что нам с вами нужно понимать, что мы должны с вами хотеть намного больше, чем даже есть в наших с вами мечтах, да, и вот это нам хотеть, вот то, что вы хотите, да, приклеить куда-то. Вот, у меня муж сказал, Аня, пиши сразу в мечтах партнера. Я говорю, что с ума сошел? Я говорю, я не буду писать. Вот, вы знаете, он у нас скоро будет, я думаю, к лету, и я хочу сказать, что когда я все же его написала и каждый день смотрела, да, партнер – это 24 директорские веточки, оно начало сбываться. Хотя я в это не верила, но в подсознание это слово, приклеенное на монитор, да, вот на эту узенькую полосочку над этим, оно почему-то в голове больше, 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 больше. Поэтому, во-первых, Разилия, если ты хочешь 30 тысяч каждые 3 недели, да, то на пересчет это будет 40 тысяч в месяц, да. Я тебе хочу сказать, что это не пень-не-ме, потому что когда я начала зарабатывать 30-40 тысяч, мне захотелось больше. Я так и написала, партнер. Партнер у меня 24 драгоценных директора в первой линии. Я вот так вот и написала. Да. Вот. Вот прям так и написала. Ещё я подписала, что у меня всё легко и просто. Да, то есть я очень часто занималась именно визуализацией, да. То есть организация своего рабочего времени у меня начиналась всегда с визуализации, как бы это смешно ни было, да. Но, глядя на результат, да, глядя на результат, я понимаю, что оно работает. И поверьте мне, что оно работает. Вот. Да, то есть запишите себе эту цель, что вы хотите, и приклейте её туда, где вы бываете всех чаще, без разницы куда, на монитор, в туалет, на потолок, без разницы, приклейте, да. Да, вот. И это очень важно. Мечты – это мечты, а планы – это уже планы. То есть если вы будете просто мечтать, да, то, ну как вам сказать, я всегда с детства мечтала иметь свою квартиру, да. Я, конечно, никому не рассказывала, но на закрытых вебинарах я могу рассказать, да. Вот Таня не даст соврать, Таня – это Лебедева, это моя сестра, да. То есть мы жили бедно, мы жили бедно всегда. И я вам честно признаюсь, у нас очень сильно пил папа. Пил папа, пока ему инсульт не дал, да. Вот. И так получилось, что мы всегда мечтали жить отдельно, всегда мечтали, чтобы у нас дома были все трезвые, чтобы дети на это не смотрели, чтобы все было хорошо, да. Вот. И вот в этом плане, конечно, я всегда мечтала о своей квартире, но она не была моей целью, мне казалось, она невыполнимой. То есть внутри себя я поставила блок, да. Вот. И я вам сейчас еще открою по секрету, что в понедельник мы едем покупать новую квартиру, вторую уже квартиру, хотя у нас еще нету трех лет, как мы тут работаем, да. То есть мы поедем покупать вторую квартиру, четырехкомнатную, рядом с центром города. То есть там она уже идет такая недешевая, там два балкона и так далее. То есть мы накопили на вторую квартиру, без всяких там ипотек. Ну, скорее всего, в ипотеку придется залезть, но мы ее погасим быстро, месяца за четыре, да, если быть предельно точной. И как вам сказать, если у вас получится заработать на одну квартиру, да, то вы купите в итоге вторую, третью, четвертую. Если у вас получится хорошо запустить первую веточку и сделать ее директорской, да, то у вас получится запустить третью, четвертую, пятую. То есть всему нужно учиться быть, нужно научиться как бы все делать всего лишь один раз, да. Почему? Тут дело не в том, что я хочу похвастаться Ульяна, дело в том, что я хочу вам сейчас передать то, что нужно, нужно просто научиться делать что-то один раз и поиметь терпение, да. То есть мечты и планы – это две разные вещи. Что-то у нас то 18, то 21. Плохо слышно, да, кому-то, то заходят, то выходят, непонятно. Вот, и вот сейчас я вам вот как раз своим русским, да, таким языком, да, деревенским, не хочу вам просто передать то, что вот, понимаете, нужно мечтать, делать, и чтобы мечты ваши стали планами. Именно планами, то есть мой план, допустим, партнер. Мой план, если 30 тысяч хотим зарабатывать, значит, надо ставить 100, да. Если мы хотим зарабатывать 200 тысяч, значит, надо ставить 500, 200 придет быстрее, да. Вот, то есть вот эту вот цель нужно обязательно ее проносить и визуализировать, представлять себя. Я очень часто себя раньше представляла с чеком на сцене, да, то есть когда зарегистрировалась, да, то есть начала с 6% вести вебинары, вести обучающие какие-то, да, то есть по полтора часа через день. Кто это может подтвердить, да, то есть нету, да, девчонок, которые со мной вместе начинали. А нет, вот, кстати, Таня Лебедева и может подтвердить, да. Вот, и вы знаете, самое интересное то, что вот оно все сбывается, если на самом деле ежедневно в подробностях все это представлять. Когда я получила свой первый чек на сцене, я поняла, что компания, да, это дает, компания это здорово, это классно, компания есть признание, да, и вдруг я поняла, что мне очень-очень хочется, чтобы мои лидеры также начали получать чеки. И я сидела и визуализировала, да, вот, вы понимаете, очень-очень много случаев было, когда лидеры обижались на своих директоров и просились перерегистрироваться под меня, у меня же в моей структуре, да. Лидеры обижались на, допустим, Кулю Таню, да, я не буду сейчас фамилии называть, не переживает никто, вот, то есть тоже просились, я говорила, что без разницы, где-то, везде надо работать, везде надо работать, работать ручками-ручками, вот. И когда вот сейчас я вижу этих людей на сцене с чеками, у меня такое чувство, что в их успехе есть частичка меня. И вот вы знаете, вот это вот самое классное манящее чувство, когда не вы сами, а ваши люди выйдут на сцену. Я стояла, когда вот в Казани, в Новосибирске, да, то есть Катя Соцкая у нас заняла третье место по росту, да, потом Дарья Пахильчук заняла первое место по росту, кто еще занял, да, то есть, ну, много кто занял, да, то есть, я вам хочу сказать, что это просто круто, когда заходишь на какой-то вебинар, а там, допустим, хватит, что такой-то лидер занял первое место по росту, да, второе, и понимаешь, что больше половины тех, кого поздравляют, это твои директора, что они растут намного быстрее других, и что именно наш проект дает такое, что в итоге люди растут и растут быстрее всех, да. Вот иногда нам кажется, что кто-то растет быстрее, кто-то растет медленнее, да, и возникает какое-то вот чувство вины, да, что, ой, там вот этот пришел позже, он меня обогнал, а вот я сижу тут и сижу, да, вот всякие мысли бывают, и я вам честно скажу, у меня тоже такие мысли были, что вот боль так медленно, так медленно, да, то есть на старшего открыла, и много-много каталогов я просидела на старшем, а потом уже открылся рубин, да, вы помните, вот, и это тоже очень-очень-очень как бы тогда гнобит, и я это все понимаю, но тут мы с вами должны понять одно, что наш проект в целом по сравнению со всеми остальными другими, занимает первые места и собирает на всех форумах именно первые места по приросту группового объема за год. Вы ведь это знаете, да, вы видите, как вот наши лидеры из Фаберлик Онлайн выставляют вот эти вот чеки на сцену, да, выставляют первые места, вот Вова Кипин, он тоже у нас с интернет-проекта Фаберлик Онлайн, он под Колей Андрейкой, и мы с вами видим, что все равно, даже если внутри, да, проекта кому-то кажется, что он медленно растет, он все равно на шаг впереди тех, кто не с нашего проекта, и это нужно ценить вот сейчас на данный момент, и вот это нужно просто почувствовать, какие мы с вами крутые, да, вот. Самое главное это визуализация со Светланой Спиридоновой, тоже номер один, так ведь, Света? Номер один? Да, номер один, везде номер один, я даже не сомневаюсь, она не может быть номером два, да, вот просто понимаете, тут вот как раз вот эта вот гордость за то, что создана такая система, которая дает расти любому, лишь бы от этого любого не было лени. Я постирала платье в машине на 60 градусов, оно теперь у меня все кривое, ну ладно, вот. Поэтому нужно сейчас понимать нам с вами, что в первую очередь у нас с вами идет, вот первый мой совет, это организация пространства, то есть четко знать, что вам надо, и приклеить это на свой монитор, вот это очень важно, организация пространства. Не обязательно, чтобы у вас вокруг был идеальный порядок, если у вас не помыта посуда, вы уже не можете рекрутировать, нет, об этом мы поговорим позже. Именно организация пространства в вашей голове, чтобы вы понимали, что куда вы идете, четко идете, и не сворачиваете с цели. Когда лидер говорит, я хочу стать там, допустим, рубином, а через месяц говорит, да, вот я поработала, постаралась, рубином-то у меня не получится, все, не буду делать, все, не буду. Да, то есть это уже не есть хорошо, это есть, как сказать-то, этот человек сдался, то есть ему надо ли было это. Вот в чем суть. Кто такой, к примеру, рубин? Рубин – это когда под вами как минимум 4 директорские ветки, и как минимум 4 человека под вами идут уже на сцену за чеком, так ведь? И это очень-очень такое ощущение приятное, да, что четверо человек благодаря вам выйдут на сцену, получат чек, получат овации, будут хорошо зарабатывать, избавятся от работы по найму, будут работать на себя. И это чувство, оно должно приносить вам радость, и вы должны уже чувствовать, что вы уже там, что вы уже там, и что у вас все хорошо, и в будущем это будет, да. Вот. Визуализировать, представлять, что вот ваши люди выходят на сцену с чеками, вот сложно представить, да, но когда вы первый чек свой получите, второй чек вы должны уже мечтать не свой, а чтобы ваши лидеры получили, да. Второе, что мой совет, это сила воли, потому что только желание, закрепленное действием, равняется результату. Если просто действовать, но не знать, куда вы идете, вам вселенная не знает, что дать, она не знает, у вас нет цели. Подняться, стать успешной, это не цель, да, это образ жизни у вас какой-то получается. Вы не знаете, сколько у вас будет в итоге, да, вы не можете что-то конкретное туда наверх заказать, вам надо заказать, да, вы понимаете сейчас, о чем я говорю, все понимают. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Вот, 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 если вы это заказали и вы делаете действие к тому, что вы заказали, то вот все вокруг, оно будет способствовать вам. У вас вдруг начнут появляться при рекрутинге активные люди, которые будут идти чуть ли не впереди вас, да, у вас начнут появляться спикеры, у вас начнут появляться люди, которые самостоятельно могут работать, и вы уже будете понимать, что позитивный настрой, да, закреплен, мечта, закрепленное действием равняется результат, и у вас все получится, да. Только вот этот шаг нужно сделать, если вы говорите, что да, надо, но вы не делаете, желание и действие не закреплено, и получается несостыковка. Так, два раза аж. Вот, и самое первое, что мы с вами должны сейчас понять, это минимум траты энергетики на негатив. Вот это железное правило. Учитесь быть всегда позитивны и у себя в голове. Учитесь во всех минусах находить плюсы. Что бы ни было, во всех минусах находите плюсы. Вот. Даже когда мои лидеры между собой ругаются в чатах, я думаю, во, молодцы, они оба сильные, да, они столкнулись, но они и умные, они в итоге поймут, что не могут сильные лидеры быть без своего мнения, что просто им пока хочется, не хочется уважать друг друга, но потом они зауважают, да. То есть потом, когда они поймут, что один в поле не воин, вы представьте, если бы каждый директор нашего проекта самостоятельно снимал бы все видео, которые нужны для проекта, да. Представьте, один директор, да. Вы представьте, все разругались, разделились, да. Один директор снимает, да, допустим, там 10 видео по старту в каталог, да, ведет поздравлялки сам и плюс ведет 40 обучающих вебинаров в месяц. Вы представляете такую ситуацию? Вот, поэтому прежде чем тратить свою энергетику, отдавать частичку себя на то, что вам не принесет результат, вот, 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 невозможно, это невозможно, на самом деле так. Вот, лучше один что-то сделает одно, и вместе получится, да, много, чем один будет делать много и не будет знать, за что взяться. И в итоге, вот, просто нервный срыв, я вам реально так говорю, потому что вопросов у директоров много и так далее. То есть, я вам сейчас еще раз говорю, нет перепалок в чатах, нет перепалок в соцсетях ни с кем, нет перепалок вообще ни с кем. То есть, вообще их нет, их не должно быть в вашей жизни. Почему? Особенно в соцсетях. Почему? Вы вдруг захотели кому-то, кто вам нагрубил, утереть нос, да? Вы пока утираете нос, вы тратите время, оно вам надо. Вам просто сами подумайте, в какое русло вы свою энергию посылаете, в какое русло вы отдаете время, которое вам не вернется. Пока вы вступили в перепалку, сколько людей охвата вы можете сделать за это время? Я вот, допустим, за минуту, да, могу разослать сообщений 10, да? То есть, долго ли их разослать? Вот. Во-первых, нет перепалок в чатах, потому что вместе мы сила, нет перепалок в соцсетях, потому что вам нужны ваши странички, и смысла нет тратить время на то, что вам не принесет результат. И, конечно, вот как раз, вот нет перепалок ни с кем вообще в семье, да? В семье бывают очень часто какие-то перепалки, еще что-то, но тут тоже нужно уметь работать над собой, что бы ни было. Я вот, бывает у меня, да, то есть, я тоже женщина, я тоже капризная, тоже всякое бывает, да, то есть, и я, когда чувствую, что у меня плохое настроение, я чувствую, что я, ну, вот сейчас взорвусь, там, закиплю, я стараюсь уехать куда-то, да, или с ребенком погулять, или в ванной полежать, да, что-то, я чувствую, у меня накипает, я не терплю это чувство, я могу уехать сейчас, да, позволить себе съездить в салон на массаж на 2 часа, да, полежать там, расслабиться, я могу съездить в торговый центр, я могу, если у меня нет возможности, да, никуда, ничего, нигде, да, отключили воду, да, денег нет, там, еще что-то, настроение плохое, куда его деть, я уйду, я просто закроюсь, я сяду, я включу комедию, я ее посмотрю, вот, поэтому не надо никогда тратить время на негатив, вот. Да, то есть, действия, закрепленные, извините, желания, закрепленные действиям, равно результат, вот, а какое же действие у вас ведет к вашей цели, если вы будете тратить время, там, на написание километровых текстов, да, вот, скажите, есть ли по этому вопросы, по этим слайдам, которые были? Пью из кружки, которую мужу подарила, видите, любимый муж написан, а пью я. Я налила себе кофе, пошла к концу, он мою кружку сперла, вот тоже, видите, перепалка, уступил, не стал жадничать. Вот, далее, значит, нужно уметь расставлять приоритеты. Лучше всего, конечно, взять блокночек и там их написать, какие у вас приоритеты. То есть, смотрите, приоритеты бывают разные, во-первых, вот, как вам даже это объяснить, сейчас, минуточку, сформулирую мысль, во-первых, люди любят, чтобы их пожалели, да, вот, начнем с самого такого, да, с самой душесчипательной темы. Люди любят, когда их жалеют, они любят кому-то рассказать, почему у них что-то не получается, какие-то у них проблемы в семье, да, то есть, они любят, чтобы сказали, матушка, ну ладно, не переживай, там все получится, да. Но я вам хочу сейчас сказать, что ни от одного директора, ни одной жалобы я не слышала, ни разу практически. Очень редко, когда директор мне перечисляет причины, почему он это сделать не может, потому что директор находится в чате директоров, и очень часто такое бывает, что в чате директоров просто игнорируют нытье, потому что они не понимают, откуда у них есть время писать этот текст, да, вот. Вот, на самом деле, привет, Олечка, на самом деле это все очень даже интересно, да, складывается, и вот как раз приоритеты, это очень важно. Во-первых, когда я пришла на проект, у меня был выставлен приоритет одна регистрация в день. Вот одна регистрация в день железный минимум. И я шла к этой регистрации, я ее пыталась так найти, что иногда получалось 5 и 6, да, один раз было, по-моему, 12, но это было один раз, 12 регистраций в день. Представляете, 12 звонов по полчаса, это я на следующий день 6 часов звонила людям, я думала, у меня глаза выпадут, думаю, боже мой, мне столько не надо, да. Вот, и, конечно, нам нужно с вами постараться убрать вещи, которые не так важны для достижения цели. То есть, смотрите, когда я начинала, я понимала, что я сейчас с головой погрузилась в свои мечты, которые закрепляю действием, чтобы у меня, ко мне пришел результат. И что мне нужно делать первым делом, да, мне нужно рекрутировать. Я рекрутировала, 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 да, мама пришла, покричала. Мама, не кричи, мне некогда тебя слушать. Муж пришел, почему жрать не готова? Муженька, не ори, плита, миска, там, говорю, рожки в этом, да. То есть, смотрите, я ни на что свое время не тратила, чтобы был результат. То есть, может быть, у кого-то в семьях по-другому, но у меня, может, золотой человек, он реально умеет сам кушать, готовить, и готовит вкусно. И когда у меня бывает перегруз по работе, он в легкую может мне наложить, принести, поставить передо мной на стол и сказать, Ань, ты поешь, тебе два дня не ела, давай ешь уже, да. То есть, я такой точно, слушай, я так увлекаюсь, что я даже не чувствую, что я голодная, да. Но увлекаться нужно по-хорошему, по-хорошему и в меру, в меру. Если вы будете увлекаться круглосуточно и жить только этой одной мыслью, и вы будете гореть, наоборот, у вас начнет меньше получаться. Нужно иметь холодный разум, который будет такой, ну, как вам даже сказать, полуравнодушный ко всему происходящему. Почему? Потому что, когда я, допустим, отработала два часа, да, вот посидела там, презентацию составила, или вебинар я два часа провела, еще что-то, я все выключаю, да, и ухожу. Если я два часа отработала, я полчаса себя заставляю отдохнуть. Все, что угодно, все, что угодно. И могу сходить к маме, спросить, как дела, да, она живет у меня на два этажа выше. Могу, допустим, да, то есть, сходить там, ребенка поцеловать, могу там в ванну еще, без разницы, я делаю себе перерывы. Обязательно я стараюсь не пересиживать это время. И вот это как раз время, когда вы отвлекаетесь, да, вот оно вам в итоге, да, без фанатизма, оно вам в итоге даст дополнительный приток энергии. Не нужно сидеть там 5, 3, 6 часов подряд и что-то усиленно тыкать, тыкать, тыкать. У вас наступит пустота, пустота, и у вас как будто энергия пропадает из вас, да. То есть, я это испытала и никому не желаю. Поэтому, вот, чтобы правильно расставлять приоритеты, нужно быть всегда в здравом уме, да. То есть, четко видеть свою цель и понимать, какой у вас приоритет, в первую очередь, должен быть, какой не должен быть, да. Да, вот, да, истощение наступает, и вот бойтесь этого истощения. Оль, ты, наверное, его испытывала не раз. Вот у меня такое ощущение, потому что ты тоже слишком много работаешь. Вот. Мне кажется, что, ну, вот было у тебя, было, да, улыбаешься, да. Вот, ты меня сейчас понимаешь, о чём я говорю. Не допускайте истощения при... Правильно, Ульяна, вот, золотые слова почитайте Ульяну. Я сейчас делаю то же самое. Я сейчас делаю то же самое. И кажется, что вот самое главное, если вот вы будете, как Ульяна, делать, нужно обязательно занимать 60% рабочего времени, 40% оставлять. Всё равно где-то при рекрутинге в соцсетях вы можете залезть, посмотреть какую-то картинку, да, и так далее. То есть, вы можете отвлечься к вам, может кто-то позвонить, ещё что-то и так далее. Вот Ульяна делает очень правильно, и я так тоже в последнее время начала делать. То есть, приоритеты в своей голове расставьте. Вот какой у вас сейчас на данный момент приоритет? Скажите, пожалуйста, просто одно слово напишите. Вот что вам сейчас важно, что пришло на ум? Вот. Значит, я вам сейчас рост, рекрутинг... Вот, Уля, вот, вот, да. Отлично, ага, вот, директор, всё, отлично, да, всё здорово. Оля, рост – это ни о чём. Ты не видишь цель, ты идёшь просто в рост, непонятно, какой у тебя рост. Ты туда заказала рост, да, делаешь какие-то действия, достижения. А оно сверху, оно не знает, что тебе дать, потому что оно не понимает, что ты хочешь. Нужно иметь чёткую цель. Да, чёткую цель. Золотой директор. Три директора. Света, у тебя, кстати, он вырисовывается. Он у тебя, я там видела, да. Скоро-скоро. Директор. Да, но смотрите, когда вы станете директорами, под вами люди тоже захотят стать директорами. Да, вот, когда уже у вас, у ваших директоров будут директора, вот тогда уже ветка будет самостоятельная, классная, твёрдая, стоящая на ногах. Вот. И эта ветка будет вам помогать, а не вы ей. Вот это факт уже. То есть вы должны тоже. А, написала кратко, да, ага. Вот, значит, далее, вот смотрите, я над собой такой вот эксперимент провела, когда у меня наступил пик, что мне надо решать, да, то есть вы все, наверное, знаете, мы разрабатываем новый рекрутинговый сайт. Тут же я сидела, разбиралась в новой вебинарной комнате, как вы видите, безуспешно, раз я купила эту, да. А потом, значит, с дочкой мы ездили по больницам очень много, да, то есть у нас, ну, надо было её полечить. Вот. Потом, значит, у старшей начались проблемы прогулы. И вот, знаете, всё одно за другим начало. И я начала понимать, что я не успеваю, допустим, грубо говоря, там, что-то сделать. Я начала уже работу отодвигать, я начала уже по-другому приоритеты выставлять. Я начала как-то ругаться, срываться. Почему? Потому что нету графика в голове, и у меня нету чётко выделенного время, да. Потом я села и думаю, да, я составлю план, что мне на завтра сделать. И завтра по совету из интернета я попробую записать весь свой день. То есть я написала так, что с утра мне надо встать, проконтролировать, чтобы ребёнок дошёл до школы, позвонить, чтобы она в школе, да, то есть позвонить воспитательнице, не ребёнку, ой, не воспитательнице, извините, учительнице, да, классно, пришёл ли мой ребёнок, потому что начались прогулы, да. Потом, значит, и вот так вот с самого, да, до самого вечера. То есть я сажусь, я помню, что у меня на такое-то время назначен созвон, я записала, на такое-то время у меня, допустим, есть вебинар, нет вебинара и так далее. То есть я весь день полностью расписала. Вот. И вы знаете, на следующий день, когда я начала записывать свой день, я увидела огромную утечку времени в никуда. Я поняла, почему я не вписываюсь в свой график, да. То есть честно, я думала, что я только работаю. И работаю я много, и делаю я только важные дела. Вот честное слово. И все так думают, да. Все так думают, да, едино, что они только работают, они делают только важные дела. Вот. Но когда я начала записывать, я начала понимать, да, то есть очень много лишних действий я делаю. Во-первых, раз в 50 в день я целую своих детей, там, обнимаю, там, где ушка, там, где щечки, там, старшенькая пришла, в дневник залезу, опять в дневнике пусто, что-то не заполнила, сижу там, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, да. То есть это несколько часов в день, понятно. Раз в 50 в день я сворачивала при рекрутинге на картинки в оках прикольные. О, картинка, гифка, ой, а что у него там еще есть, шлеп-шлеп-шлеп, смотришь, ага, 20 минут никуда, никуда. Сколько за 20 минут можно сделать охват? Вот так. Да, то есть вот, пару раз в день, да, вступаешь в перепалку, пытаешься что-то кому-то доказать. То в чатах, то новичку, то пытаешься доказать в соцсетях кому-то, да, вот он спорит, что наша компания там, да, нехорошая, а их нехорошая. И вот если люди упираются, я говорю, ваш выбор, ваше право, я вот за такое-то время сделала такой-то результат, зарабатываю такие-то деньги, мне все нравится, да, мне все нравится, у меня нет нареканий. Я не знаю, кто вам это сказал и все, но я с вами спорить не буду. Всего доброго, до свидания. То есть я оставляю зацепочку человеку, чтобы он подумал, но обрезаю, обрезаю культурно, обрезаю ругань. Когда новички или директора, или топ-лидеры, да, начинают ругаться в чатах, я просто в последнее время захожу и понимаю, и просто прошу удалить. Прошу удалить переписку, чтобы ничего не было, да, чтобы идите в личку, там разбирайтесь, это ваши проблемы. Потому что между сильными людьми перепалки будут всегда и от них никуда не деться, потому что у каждого сильного лидера свое мнение. Да, у нас директора все быстро растущие, все силы сильнющие и, ну, не может быть, что все одинаково думают. Вот, не может быть. Вот, далее, значит, потом телефонные звонки. Позвонили, нет бы поговорить по делу, я начинаю, как у тебя дела, у меня-то хорошо, а вот у моих соседей-то и все подноготнюю, да, и тыр-тыр-тыр-тыр, часа полтора, да, может быть. Потом, значит, шла, там, допустим, мимо, смотрю, там, у меня ребенок мультики смотрит. Постояла, посмотрела, что смотрит, ой, началась реклама. Рекламы нет, да, то есть после рекламы уже какой-то фильм начался. Вот я стою, да, прям на косяк обвалилась, я работаю, в душе я работаю. У меня это время, я в напряге, я устаю от этого напряга, что я работаю, это мое рабочее время, да. Но мысли-то работают, как будто бы, в кавычках, действия-то в мыслях делаются. На самом-то деле я стояла и смотрела телевизор, да, то есть это я вам сейчас рассказываю про себя, про свой день, да. Потом, значит, зашли соседи, да, вот у меня соседка пришла и говорит, Аня, там, мусорка приехала, у вас коробка у подъезда. Если я вынесу, вот сейчас скажу этому мальчику, да, мне 100 рублей, я ему отдам, пусть он вынесет. Я ей даю 100 рублей, отдаю, и она опять, ну, как у тебя дела-то, душенька? И у нас начинается, а где ты платье купила, тыр-тыр-тыр, и пошло, поехало, да, на час, на два. И все, и забыли мы, что у нас рабочее время идет. Мы работаем, мы пока разговариваем, мы мысленно у компьютера, и мы считаем, у нас идет напряг. Мы устаем за это время, думать, что мы работаем. На самом деле это так. Потом, значит, приходим, смотрим, о, скайпе 15 непрочитанных, дай-ка я залезу. И начинается, там, тут, тут, там ответила, ага, уже устала, я же работаю, да, я работаю, приоритет нарушен напрочь, напрочь убит приоритет, вот, да, вот сейчас вы это видите. Да, то есть, а куда девать новичков, надо, конечно же, ответить, надо ответить, куда их девать. Далее, значит, гнет самобичевание. Вот, смотри-ка, она мне два часа назад вопрос задала, я до сих пор не ответила. А вон та-то пришла позже, уже выше меня. А вот я забыла тому-то, тому-то позвонить, там, знаете, вот это вот все, вот, самобичевание, да, то есть, вот там, как мы с девчонкой говорили, она, ну, вот это вот вообще ругань себя, она не нужна. А, если вы уже что-то сделали не так, его не вернешь, прошлое – это прошлое, будущее – это будущее, настоящее – это сейчас, да, вот, мы думаем о будущем и о том, что сейчас происходит, а то, что вы сделали минуту назад, это уже время не вернуть. Вот, ну, как мне ответить новичку, да, вот. Далее, значит, неумение делегировать, семья, команда, вот, то есть, смотрите, мы с мужем начали, когда заниматься сетевым маркетингом, ну, я начала, да, мы ругались. Он приходил раздраженный, голодный, а я ему вику в зубы и закрывала комнату и вела вебинар, сидела, да. Что в итоге получалось? Муж, мужик пришел с работы, отработал смену физически, ему сунули ребенка и закрылись. Что она там делает, неизвестно, да. Вот это нужно понимать, как это преподнести своему мужу так, чтобы избежать негатива и понять, что, дать понять своему мужу, что он потом, ну, или маме, может быть, да, еще кому-то, что в итоге все будет здорово, все будет круто, ты мне поверь, ты мне доверься, пожалуйста. Не ругаться, да, то есть, когда муж у меня приходил, голодный с работы, рычал, 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 я говорю, не рычи, не рычи. Я говорю, я делаю это, 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 мне надо сделать до такого-то числа, а вот сейчас ко мне придет, да, там, моих 6 новичков, я не буду скрывать, у меня 5-10 человек ходило на вебинары новичков, больше у меня не было никого активного, да, вот, за 2 каталога я набрала, за 3 каталога, нет, за 2, получается, я набрала команду 100 с лишним, нет, 54 человека, извините, это уже было давно, я путаться начала, и вот из этих 54, 6 только ходили на мои вебинары, да, вот, и понятно, я их очень ценила, я их очень ценила, мне хотелось, чтобы у них все получалось, а не только, пожалуйста, я быстрее видео создавать, как это делать, лишь бы у них все получалось, да, очень тряслась, очень боялась, уйдут, уйдут, ой-ой-ой, муженька, давай-давай, подальше от меня, вот мне вот тут надо вот это, 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 мне некогда, мне некогда, вот, да, в итоге получалось так, что муженька сам начистил картошки, сам нажарил картошки, сам поел этой картошки, накормил ребенка, сходил с ребенком в магазин, купил хлеба, молока, потому что список на стену, я уже так в наглое вешала, что купить, говорю, у тебя ручки сильные, давай, вон он с Викой подмышкой, с пакетом и шел в магазин, да, то есть, конечно, ситуация была такова, что, конечно, были срывы друг на друга и все было, но мы понимали, что вот уже когда я открыла 12%, да, я ему говорю, вот Антоф, еще чуть-чуть и 30-очка, 30-очка, вот еще чуть-чуть, и он понимал, он терпел, но я ему все постоянно, я его поддерживала морально, чтобы он смог это вытерпеть, да, то есть, не он меня поддерживал, а я его морально поддерживаю, когда уже мы открыли уровень старшего директора, да, почему я говорю, мы, потому что он, если бы он не забирал Викуську, не водился бы с ним, не было бы этого звания, не было бы, я не могла бы работать со своей командой, да, то есть, вот как-то вот у меня приоритет, понимаете, вот он шел в тот край, вот, вот, и вот нужно понимать, что в семье нужно уметь делегировать, но делегировать по-доброму, в команде тоже можно уметь делегировать, вот скажите, к вам пришел новичок, вы ему выслали письмо по акции новичка и сказали, под тобой три новичка, заведи почту кукл и пошли им вот эти вот письма. Оксана, ну, дай Бог, что мне повезло, дай Бог, но когда ты позитивно мыслишь, идешь и действуешь, то Вселенная посылает тебе решение многих проблем сама, понимаешь, она сама тебе пошлет решение твоей проблемы. Вот в чем суть, если мыслить позитивно, проблемы сами расходятся, они перестают быть, когда ты четко знаешь свою дорогу и делаешь действия по направлению вот туда, куда ты идешь, понимаешь, вот. Поэтому далее, что у нас с вами получается, да, команда, делегация, письма рассылать, да, там кому-то что-то написать, вы зарегистрировали под активного новичка еще одного активного, да, дай Бог, что так получается, да, это редкость. Познакомьте их, пусть они вдвоем растут, пусть они уже будут друг с другом переписываться, они в одной команде, да, то есть от верхнего зависит рост нижнего, от нижнего зависит рост верхнего и так далее. То есть они уже в одной команде, знакомьте их сразу, пока горячо. Не-не-не-не-не, Оксана, я поняла мысли твои, я поняла, нет, я так ни за что бы не подумала, я поняла твою мысль сразу. Вот, да, то есть умейте делегировать на первых этапах, чтобы ваши люди сразу становились, как вам даже сказать, самостоятельными. Чем быстрее ваши люди начнут что-то делать по достижению своих целей, тем быстрее у них будет результат, тем быстрее они в себя поверят, тем быстрее, быстрее, ну, в общем, да, вы поняли, все закапывается. То, что иногда неумение делегировать и, ай, я легче сделаю сама, это минимум общения с людьми, потому что, ай, я сделаю сама, значит, это минус там созвон, если у лидера что-то не получается, да, и так далее, и так далее. То есть меньше общения, меньше делегации, меньше действий ваших людей, больше пассивности, под пассивного человека успех не течет, это точно. Вот, значит, далее. Смешная привычка что-то доказывать, выбивать место под солнцем, да, то есть мы все лидеры, у всех свое мнение. К чему я это написала? Очень часто мне люди доказывают, как они много работают. Мне не надо это доказывать, я тоже много работаю, и я редко когда кому-то что-то доказываю, да, вот. Когда я, допустим, меня все мои родственники видят, да, я не пришла на какой-то день рождения, я позвонила и послала дочку с подарком, с хорошим подарком, мой весистым подарком, денежным, да, и написала записку, что извиняюсь, у меня сегодня вебинар, так вот это для меня нормально. Это для меня нормально, и я потом звоню, поздравляю, говорю, извини, вот так и так я не смогла прийти, но мне на самом деле надо, они, они, мы все понимаем, да, то есть я всегда все объясняю, чтобы меня чувство вины назад не тянуло, чтобы энергетика моя не уходила, да, но я понимаю, вижу четко цель, что у меня сегодня такие-то планы, и ничего другое в них не вписывается. Вот, да, то есть очень часто, допустим, лидер провел, допустим, к примеру, вебинар, я ему звоню и говорю, вот там не так, там не так, там не так, цель моей критики, вот как раз, Виталий, на твой вопрос отвечает, цель моей критики, чтобы спикер стал востребованным, да, чтобы спикер стал востребованным, Антонио бегает, и чтобы, как вам сказать, чтобы у него все хорошо получалось, чтобы его ютуб-канал пошел вверх, это очень важно понимать, да, чтобы его ролики были интересны, именно интересны. И вот тут спикер начинает выбивать, вот на самом деле, свое место под солнцем. Да я так старалась, да я эту презентацию два часа составляла, а ты меня тут критикуешь, да меня трясло, как Бобика, да я, да, 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 у меня, да, я еле-еле провела, да, мне было то жарко, и начинается, да, вот это вот. Да, я считаю, что критика это супер, потому что меня в свое время критиковали, меня критиковали везде, на ютубе, везде, понимаете, вот это вот выбивание места под солнцем, когда, да, мне на ютубе говорит, у меня не получается рекрутировать, хорошо, где твои странички, давай показывай, включай демонстрацию, я включаю, она включает, да, то есть еще один пример, она включает, нет ничего, где, где твои странички, где, ну я на досках работаю, открывай доски, где, какие, когда объявления, я ничего не вижу, я говорю, где у тебя что, вот, то есть что получается, получается то, что человек врет тоже, да, то есть выбивает место под солнцем, хочет к себе внимания какого-то, еще что-то, а мы все с вами полноценные, полноправные бизнес-партнеры, да, мы хвалим своих директоров, но мы хвалим только тех, у кого реально есть результат, да, вы это должны понимать, вот, нужно уметь воспринимать критику, если бы ваш директор вас не критиковал, это значит, что директору на вас наплевать, да, я не всегда, кстати, успеваю всех подряд похвалить, кого-то выделить, но покритиковать я всегда успеваю, потому что я понимаю, что вот, вот, к примеру, вот, мы вчера вот с Ириной Жеменчиковой разговаривали, она провела вебинар, она все нормально провела, я говорю, Ирина, ну, нудно, медленно, тихо ты ведешь, живее, живее, убирай слова «надо», «обязаны», это не то, понимаешь, это мы на работе по найму обязаны, тут мы никому ничего не обязаны, тут мы работаем на себя, мы любим себя, я говорю, убирай все это, убирай, вот, мы с ней поговорим, она говорит, Ань, слушай, а правда, я, говорит, себя пересмотрела, я, говорит, за собой это заметила, если бы я это не сказала, постеснялась бы, да, ее обидеть, кто бы пришел на ее, допустим, следующий вебинар, или на ее 20-й вебинар, да, все бы думали бы, а, вот к этой та, которая нифига еле ведет, что-то там себе под нос губнит, ой, да мы к ней не пойдем, да и новичков зачем к ней звать, ее слушать невозможно, да, вы должны сейчас понимать, что это забота наша о вас, да, к примеру, вот все, что угодно, да, я привела сейчас пример вебинар, но это может быть все, да, когда мы говорим, убери это фото из своих, со своей рабочей странички, убрать, значит, надо это фото, а не объяснять, почему это фото там стоит, и не желать его оставить, раз убрать, значит, убрать все, да, то есть надо быть как-то бы вот более послушными в этом плане, если вот работа по найму, да, мы видим там начальника, да, там администратора, чтобы нам попасть начальники, нам надо сначала попасть как-то на место администратора, дай бог там, если она там в декрет уйдет или уволится, найдет где-то лучше, да, то есть мы без подсиживания, да, то есть чтобы вот этого всего без подстав заняли, да, сейчас мы, да, когда на работе по найму, мы сидим и боимся, как бы нас снизу не подставили, как бы нам вверх, да, то есть у нас опять вот это вот, да, движение пошло, мы сидим, значит, заняли мы место, к примеру, заведующих, да, сидим, а там заведующие-то в 10 раз больше по шапке получают, чем подчиненный, мы сидим, думаем, господи, это за что нам, да, на 10 тысяч зарплата больше, а по мозгу клюет, как обалдеть не встать, да, то есть нужно понимать, что тут вы идете в директора, и ваши директора желают, чтобы вы стали директорами, они мечтают, чтобы вы стали директорами, и никаких подножек никогда не будет, когда вы станете директором, единственное, что вам будут мозг кливать, это сходи на сцену, получи чек, давай, собирайся, едь, пусть это другой город, собирайся, едь, поехали гулять, вот это да, мы клюем своих директоров, да, вот в этом плане, что приезжайте, приезжайте, будем с вами видаться, будем с вами гулять, да, да, допустим, вот мы в аквапарт на экскурсию сходили, еще что-то там немножко чуть-чуть, да, организовали, все равно, ну, все равно не так скучно, вот в этом только плане, да, поставьте плюсики, понятно, да, объясняю. Да, а что, три точки почему? Вот, ну и, конечно, бардак на рабочем столе, он тоже забирает время, пока вы что-то там найдете, то есть об этом я поговорю позже, у меня все разложено по полочкам, вот, спасибо за плюсики, вот, по-больному, ну, Виталь, прости, но сейчас я, как сказать, достаю свои проблемы, которые во мне были, и вам их показываю, да, то есть я через это прошла, если я про это говорю, вот, значит, бардак на рабочем столе, когда картинки в стопапках, когда браузеры раскиданы, не с первого по десятый ровненько там стоят, да, не с первого по двадцатый, когда все вообще неизвестно, на каком подбраузере ютуб закладках, на каком подбраузере шаблон переписки в закладках, и мы все это ищем, 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 да, то есть у кого есть такая проблема, поставьте плюсики, бардак на рабочем столе, у меня эта проблема месяца два была, потом я уже просто от нее избавилась, это очень страшно, вот эта проблема, она самая страшная, когда вы не знаете, где быстренько что-то взять, чтобы отправить, да, вот, еще такая проблема бывает, как, не то чтобы бардак на рабочем столе, вот я забыла ее сюда вписать, а когда вам лидер говорит, а где мне взять это-то, это-то, да, и вы идете в шаблон переписки, листаете, ищите, копируете, вставляете, что вы сделали, скажите, и отправляете, что вы сделали, помогли, помогли или навредничали, каку, почему каку, да, почему, лидер, как не знал, где это взять, он так и не знает, у вашего лидера с помощью вас наведен бардак в башке, да, грубо говоря, и в свое время потеряли, и лидеру во время не сэкономили, вот, если лидер одни и те же вопросы вам задает постоянно, вы ему позвоните и скажите, покажи мне, где у тебя шаблон переписки, покажи, откройте его, да, ну, или что-то обучающее, да, откройте его вместе с ним, покажи, как ты в нем ориентируешься, найди мне это-то, найди мне то-то, а ты вообще его читал, да, и очень часто, когда лидер понимает, что у него было полгода уже все под рукой, и он просто не мог дочитать, да, потратить час и посмотреть, что там, зачем, что там, к чему, вот. Поэтому вот это тоже очень важный такой момент, что организация своего времени зависит не только в том, чтобы у вас было все в порядке, зависит еще о том, что у ваших новичков в головах тоже порядки, да, то есть это очень важно. Если вам новичок в десятый раз спрашивает, Аня, кинь, пожалуйста, да, вот как мне пишешь, Аня, кинь, пожалуйста, ссылку, как сделать заказ, Господи, у тебя уже 15-й новичок, ты всю эту ссылку просишь, да, то есть я начинаю просто звонить, без предупреждения говорить, Слушай, давай с тобой разберемся, а когда я уеду, ты где будешь брать? Так я в чате прошу, а если тебе в чате не ответят? Да всегда ответят, нет уж, когда человек, вот, да, то есть у лидеров бардак, ну как он, он работает, работает, он не может взять, открыть панель закладок и туда перетащить мышкой, ну это же мгновенное дело, да, вот. Значит, дальше что у нас получается? Вот если я работаю с телефона, там другое дело, я сама в телефоне и ковырялась-ковырялась, я ничего не понимаю, где добавлять в закладки, мне телефон это вообще лидер темный, у меня, наверное, уже не того возраста, чтобы его понимать, мне непонятно, вот у меня муж как-то разбирается, да, если человек с телефона, и вы знаете, что он с телефона, то там мигает значок телефона, и вы видите, что он одни и те, вот это важно помочь, важно помочь, пока лидер не купил свой, там, ну бучик хотя бы, там, в рассрочку без переплаты, это важно помочь человеку, да, вот. Далее, значит, скажите мне, пожалуйста, дорогие лидеры, признайтесь, мне, может быть, кто-то в вас увидит себя, кто еще может перечислить список своих дел, которые мешают росту? То есть, смотрите, я научилась совмещать, если я смотрю какой-то вебинар, я за собой ухаживаю, да, в это время, да, к примеру, я смотрю какой-то вебинар, он для меня важен, я пытаюсь объединить несколько дел, я попилила ногти, я нашлепала, протерла лицо, нашлепала маску, я сижу, я слушаю, да, я эту маску сняла, да, там, ну, все хорошо, да, то есть я не стараюсь, что вот если у меня маска, я полчаса сижу без дела, нет, мне нет такого, я все время стараюсь что-то делать, я люблю, Тань, я тоже люблю, это не мешает, это не мешает, это не вредная привычка, я тоже сова, я могу до часу дня спать, самое главное, организовать свое рабочее время так, чтобы у тебя потом на все хватило, инстаграм, да, у меня тоже такое есть, кстати, засасывает, я ложусь спать, что-то там у меня инстаграм 6, смотрю, ага, кто мне лайки поставил, ага, надо ему тоже лайк поставить, ага, о, какое фото, и пошло, поехала, поехала пальчиком по телефону, да, много-много, да, я, так, а мне сейчас звонят и пишут, всем говорю, что позвоню позже, я тоже сова, могу лечь спать, ну, да, Оль, я тоже в 3 ночи ложусь, я, ого, Надя, молодец, научилась совмещать, это дорого его стоит, вот, да, то есть, смотрите, у каждого свои есть какие-то вот слабости, да, если их убрать, то получится очень даже сильный, с кучей свободного времени, уверенный в себе человек, да, самое главное, понимаете, что если вы час отработали, 5 минут отдохните, и отдохните не у компьютера, что вот я сейчас, я сейчас, да, допустим, как у меня раньше муженька делал, да, я за ним наблюдала, он поработал, порекуртировал, ну, его нафиг, усядется, смотрю, и сидит, танки играет, да, танкист, поехал там куда-то бомбить, говорит, ну, все, бой скатался, фу, мне хорошо, глаза не отдохнули, мозги не отдохнули, наоборот, все забилось, да, то есть, вот, еще там ему кто-нибудь напишет, ох, ты козел, ты меня убил, он, давай с ним в перепалку вступай, там уже полчаса время не потеряно, да, я говорю, ты что делал, рекрутировал, я говорю, да, да, вот, вот такая вот ситуация очень часто бывает, что мы просто не замечаем, куда мы время тратим, если вы попробуете себя записать, то, я думаю, вы будете сами удивлены. А сейчас прям, ага, вот, да, то есть, смотрите, кажется, что вы сделали всего по чуть-чуть, а в итоге, на самом деле, бывают под вечер расстройства, что коэффициент полезного действия, у нас не 15 часов мы проработали, а 5, и это на самом деле так, но мы устаем, почему устаем, потому что мысль о том, что мы работаем, нам надо работать, мы куда-то торопимся, она все время с нами, или нужно уметь расслабляться, чтобы энергия лишняя не тратилась, раз уж вы решили расслабиться и постоять, да, навалиться на косяк, да, и застрять на этом сериале, да, там какой-нибудь сериал, или уже, да, смысл, смысл в это время держать себя в напряге и думать, что я сейчас еще минуту, и все, и я пошла, да, вот, ну, Юль молодец, вот, значит, да, смотрите, то есть, вот, это важно понимать, что запишите все свои дела, прям вот, с утра вы пошли, вы встали в душ, да, встали в душ, потом поели, все это пишите, сколько у вас на это время не уходит, я вот, допустим, завтракаю, и у меня начинается поцеловаться с ребенком, поболтать с нянечкой, спросить, как дела, там, ты-ты-ты-ты, там, еще что-то, и пошло, поехало, поехало, вот, вот, далее, значит, также мне хочется вам предложить план, план очень простой, всего лишь из одного предложения, приоритет, одна регистрация в день, вот этот план, это золотой план, то есть, смотрите, если, тут очень-то глубоко закопано, и это тоже связано с экономией времени, почему, потому что, если это умеете вы, вы научите своих новичков, и у вас структура начнет расти в 5 раз быстрее, да, поняли мысль, если ваши люди будут уметь, но они будут уметь только тогда, когда будете уметь вы, то есть, начинаете с себя, а потом уже вглубь даете знания, вот, значит, смотрите, научились, да, кто-то за неделю, кто-то за месяц, неважно, кто за сколько, научился выжимать из соцсетей по одной регистрации, без разницы, да, откуда, кстати, даже, не обязательно из соцсети, можете с досок объявлений, можете там из группы, ну, откуда угодно, да, далее, созвон, зарегистрировали человека, созвонились, да, желательно больше 20 минут человека не езжать, подписали на рассылку, добавили в группы, в чаты и сопровождение, да, пошли копировать, вставлять, копировать, вставлять, да, готовое обучение, я думаю, это несложно, да, если у вас все под рукой, вам запутаться негде, вот, да, ну, это будет уже на следующем слайде более это, вот, далее, что у нас получается, я вам расскажу, как у меня все устроено, как было устроено два года назад, так и осталось устроено, да, те, кто ходили на вебинары по активному росту, все помнят, что у меня всегда все в порядке, всегда и все, и я прям слежу за этим порядком, потому что этот порядок экономит мое драгоценное время, вот, значит, для рекрутинга у меня размножено 25 кромов, 25 яндексов, на них вбито ОК, ВК, Мой мир, Фейсбук, Мой мир у меня остался, потому что, как даже сказать-то, ну, я его не удаляла, он так и вбит у меня, вот, значит, почта Google, почта Яндекс, почты нужны для рассылки красненьким, что пришел заказ, а также для приема рек с блога, с рекрутингового сайта, с интернет-магазина, с официального сайта, да, вы знаете, что регистрации компания дает, да, у меня уже вип-стаж длинный, дает реки хорошо, вот, значит, что дальше, то есть, вот у меня на каждом подбраузерике все вбито, да, и также установлен квип, и по нему есть вебинар, да, то есть Оля Дубяга может вам послать ссылочку на этот вебинар, да, то есть, и куда они будут вбиты, да, и там будем уже общаться, то есть, у меня два квипа, два квипа, и там по 20 страничек вбита, по 25 на каждый квип, ну, нормально, вот, то есть, я вижу мгновенно, что мне отвечают люди, то есть, общаюсь там. Далее, что получается, да, то есть, также, это заголовок, наводим порядок, обязательно, у меня есть один основной браузер, на который я никогда ничего в закладки не добавлю, у меня есть второй основной подбраузер, где вбиты все логины, пароли от вебинарных комнат и так далее, да, все, что я на вебинарах высылаю, какие-то видео, какие-то ролики, у меня все это вбито там, да, то есть, два вебинара, два, то есть, как даже сказать, подбраузер спикера и браузер работы, браузер работы с командой, вот, значит, у меня в закладках на основном браузере все собрано в кучу, шаблон переписки, командный сайт, официальный канал YouTube, официальный сайт, шаблон для лучших топов, шаблон для директоров, да, просто вы еще не знаете, что такое шаблон есть, да, ну, кто-то уже, кто из директоров, конечно, знает, свой YouTube канал, основные странички в соцсетях, да, у меня там все вбиты, и также группы, таблички по веточкам, Google таблички, и поверьте, порядок, это прекрасно, когда все под рукой. Так, Олечка, ты тут не модератор, к сожалению, я аж от той комнаты избавилась, но у меня не получилось, у меня не получилось там и разобраться, я сейчас перешлю вставить, вот, вот, шаблон для лучших топов, как, у вас нет шаблона, так, косяк, вот добавляем закладочки, Дашенька, добавляй, там записи всех вебинаров, в принципе, особо-то там ничего нет, там только критерии наступления и записи всех, всего курса, вот. Значит, скажите, у всех такой порядок, у всех все хорошо, да, но порядок начинается с головы. Нет, это не директорский, это топ-лидерский шаблон, где записи для топ-лидеров и для директоров, а шаблон для директоров это отдельно, то есть у нас с вами три шаблона, шаблон новичка, шаблон топ-лидера и шаблон директора, их всего три, путаться негде, да, вот. Танюша, вот, далее, значит, что у нас еще есть, да, то есть на рабочем столе, открыть скайп, да, там чат новичков, чат топ-лидеров, чат директоров, веточные чаты, да, чаты по продукции, по раскрутке, я их не уважаю, я оттуда выхожу, чтобы они мне не пищали. Далее, значит, вайбер, ватсап, телеграм, телефония с 15%, да, ой, чешется нос, так, муж пошел заказ забирать, а там куча-куча-куча, где Дашкина, наверное, пришла, вот и нос зачесался, ага, сейчас выйду с вебинара, там, наверное, такие руки в бокам, вот, так, значит, на время рекрутинга я вам хочу сказать, что нужно обязательно отключать все средства связи, все, абсолютно все, единственное, что вот я никогда не отключаю, это свой сотовый телефон, потому что у меня ребенок, когда я рекрутирую, да, то есть, когда муж меня рекрутирует, да, я не буду скрывать, что там, да, то есть, вы понимаете, что, да, может что-то случилось, позвонить, еще что-то, за два часа вас никто, кроме ваших детей и родителей, потерять не может, ничего срочного, ни у кого прям экстренного за два часа в вашей команде случиться не может, да, и вот вам нужно обязательно взять и перед началом рекрутинга отключить все, чтобы вас никто за два часа не потеряет, и вот за эти два часа вы можете обойти в легкую 12 или 24, у кого как рука набита, странички в соцсетях, да, вы можете в легкую обойти, вот, ну, конечно, роботом очень много у нас, кто пользуется, кто-то покупает платного робота, вот, кстати, Даша Пахильчук тут купила платного робота ВКонтакте, говорит, мне очень он нравится, да, то есть, я еще не просила ее видео снять, вот, может быть, мы попросим Дашеньку, пусть она с нами поделится, что за робот, где его купить и как его установить, вот. Ну, руками самое лучшее, у меня муж, честно вам скажу, устанавливал много всяких роботов, Facebook, Instagram, мой мир, он каких только спамеров там не устанавливал, он сказал, я как сажусь, я час порекрутировал, у меня одна-две регистрации, с робота, говорит, круглосуточно работает, только странички в бан уходит, мне, говорит, не нравится, потому что он привык брать людей, когда горячо, да, вот, ну, это следующий уже слайд, вот, значит, просто после отработки страничек, да, после рекрутинга вашего, вы включаете все средства связи, плюс отрабатываете пройденные рекрутингом странички и вопросы новичков, просто будете совмещать, совмещать ответы, да, когда вы там отвечаете, тут отвечаете, там, это несложно, да, сложно сесть и порекрутировать, чтобы не забыть, кому вы предложили дружбу, кого вы открыли, чью закладку и так далее, да, когда вас сбивают вопросы, вы отвечаете на вопросы во время рекрутинга, возвращаетесь в рекрутинг и вы не понимаете, где вы были, я вот, допустим, теряю даже в каком я браузере была, если вот меня так отвлечь, вот. Вот, не подружилась с ботом, вот, далее, значит, что получается, вот это на самом деле у вас экономия времени, когда вы делаете ежедневно надлежащий охват людей, во что бы то ни стало, это вот самый жирный, какой только не есть, шаг к успеху, к успеху, к росту, да, то есть к пассивному доходу, к которому мы так стремимся, да, все к нему, и я вам сейчас про него расскажу, вот именно сейчас. Значит, смотрите, все, чего мы можем научить своих новичков, это наш рост, то есть все, что мы умеем, должны уметь наши новички, но мы должны уметь всегда больше новичков, да, то есть рекрутировать, самое главное, отрабатывать регистрации, созваниваться, и если мы это умеем сами, у нас проблем с ростом не будет, у вас ветка за веткой пойдет сама, самостоятельно, если у вас скромные новички, сидите вместе с ними звоните, да, то есть самое главное, поймите одно, если вы не ведете общие вебинары, то вам строго показаны эти звонки, потому что вас люди не видят, не слышат вообще нигде, и не знают, кто вы такие. Вот, далее, значит, и вот сейчас немножечко поломаю вам нервы, потому что мне хочется сделать такое объявление, что наша цель никогда не была крутые выплаты, никогда, да, вот я ни на одном вебинаре не говорила, что там моя цель получить миллион, да, я говорила, ну, нет, там 100 тысяч хватит, сейчас моя цель 200 тысяч хватит, а потому что я выспалась, ой, я выспалась, мне хорошо, вот, ну, я немножко нервничаю, потому что муж реально много сумок до дома донес, мне кажется, что я сейчас получу, и даже нос чесался, вот, ну, получу в смысле словесно, конечно же, да, вот, вот, и вы знаете, самое, что ни на есть интересно, это когда вы поймете, что ваш приоритет – это одна регистрация в день плюс плотное сопровождение ваших лидеров, и больше, в принципе, ничего не надо усложнять, то ваша цель не выйти на свой доход 500 тысяч, а ваша цель, чтобы научить свою команду рекрутировать, приумножать вашу команду, поняли фишку? Вот, и вот тогда у вас будет мощный балловый приток, тогда у вас будет шикарный рост, то есть, и еще одно, отдавайте знания, отдавайте знания и никогда не жадничайте, снимайте видео, снимайте вебинары, делитесь со всеми, не только со своей командой, и делитесь неустанно, вот, значит, я думаю, поняли, да, ну, я старалась, вот, значит, есть, такой негласный закон, чтобы что-то получить, надо не только желать, да, делать и равно результат, надо еще и отдавать, вы все про него знаете, напишите знаю, а то непонятно, да, будет, да, знаете про такой закон, он идет негласный, но он есть, он есть, он существует, чтобы получать, надо отдавать, чем больше вы отдаете, тем больше бумеранга к вам вернется, тут идет эффект именно бумеранга, тот, кто сидит в уголочке, жадничает и боится рассказать там свои фишечки системы, да, к примеру, и не делится ими, то вы сами видите, где эти люди сидят, поэтому, вот, быть дает иметь, Оль, не знаю, не слышала, может быть, просто не понимаю, вот, хочешь подняться сам, подними-ка, вот и еще, вот это очень важно, быть, делать, иметь, вот, значит, обязательно что-то отдавайте, снимите ролик про свои фишки, отдайте, пусть он будет закрытый, но отдайте его, да, чтобы он там по ютубу не гулял, в принципе, тысячи роликов, да, то есть, чтобы добиться, с пристального в себе внимания, да, нужно сначала рекрутингом сделать результат, вот, значит, сейчас очень прошу мне поверить, потому что такие заявления я первый раз делаю, я как-то рассказываю директорам, да, на созвоне, но топ-лидерам никогда, вот, то есть, во-первых, поверьте мне, что я безумно ценю ваше доверие, я безумно ценю то, что вы ко мне ходите на эти вебинары, и я, конечно, с самого начала, когда я открыла вот этот курс, да, захотела просто рассказать вам свои знания, но только для тех, кто реально работает, я сомневалась, нужен ли он вам вообще, да, и у меня сейчас вот огромное желание, чтобы у вас получилось повторить наш результат с Антоном, да, результат, конечно же, вы знаете, и мне очень хочется, чтобы вы его смогли повторить и повторить легко, так же, как и мы. Я не скажу, что вот сейчас, вспоминая вот то, что было два года назад, и вот мы этот путь шли, я не могу сто процентов сказать, что мне было ужасно, невыносимо тяжело, нет, я не скажу, что мне было просто, но за такой результат я могла бы выжить из себя еще и больше, у меня оставалась энергия, но я тратила, я тратила 80% энергии, да, но не 100, не 100, вот, давайте так вот, чтобы было понятнее, да, и сейчас мы с вами поговорим о том, что вы не хотите всю жизнь рекрутировать, так ведь, кто не хочет всю жизнь рекрутировать? Мы с вами должны понимать, что рекрутинг – это только начальная стадия. Это начальная стадия. Вот, вот это сейчас нам с вами очень важно понять. Вы пришли в бизнес, где можно создать пассив, и мы не хотим с вами пожизненно рекрутировать, но нам в самом начале надо, наоборот, очень много рекрутировать и выйти потом на авторекрутинг, чтобы ваши веточки росли сами. Очень важно запускать веточку качественно, да, помните, у нас с вами был вебинар, вы его посмотрите, да, вспомните, вот, потому что там отдельная такая глубокая тема была. Вот, и сейчас, что мне хочется вам передать, да, то есть, вот тут написано, что я расскажу сначала, да, что у меня получилось с 26.11.2014 года по сей день. Что получилось, да, вот я вам сейчас реально говорю, что я могу уже не работать, я могу сейчас вот выключить компьютер и год сюда не заходить, и я уверена, что все будет хорошо. Я уверена, ну, я, знаешь, это я так не сделаю. Я не могу без работы, я просто с ума сойду лежать в потолок, смотреть, бездельничать. Вот, значит, что дальше? Наш доход, последняя наша выплата, без премии, без бонусов, без всего, да, все вы знаете, что мы получили два чека подряд, это более двух миллионов, если, да, посчитать, это 408 тысяч русских рублей. Это ежекаталожные выплаты, да, вот такие выплаты я даже в видео про них снять не могу, почти полмиллиона. Если пересчитать на 12, на 12-месячные выплаты, да, то мы 408, да, вычесть 6%, это 100%, да, то есть вычитаем 6% и потом умножаем, ну, поняли, да, сосчитать как на 12 месяцев. То есть вот это вот сейчас очень важно понимать, что сумма реально крутая, сумма реально большая, и мы в легкую реально можем уйти на пассив, да. То есть я могу уйти также в коучи, да, предложения реально сыпятся горой, но я ни за что, ни за что, никому никогда свою систему не продам. И я это знаю, да. Вот. И посчитаем, значит, чтобы уйти на пассивный доход, можно не рекрутировать. Так ведь? Не рекрутировать. Но нам нужна с вами пожизненно, да, тысяча вот это вот баллов в бок, тысяча личной группы в бок, да, то есть тысяча отрыва, да, чтобы вы понимали. Все понимаете, про что я говорю? Я думаю, топ-лидеры все это знают, да, с уровня золотого директора нам надо тысячу баллов в бок. Да, все знают. Вот. И как раз вот эту тысячу баллов в бок я могу сама сделать. То есть, смотрите, минимально это 75 тысяч, максимально это 150 тысяч, да. Ну, давайте возьмем, что я сделаю заказ сама себе на 100 тысяч, да, к примеру. 408 минус 100, а остается 308. Не хватит? Вам бы хватило? Вот так вот жить, поживать. Вам бы хватило? Ну, Танюш, ассортимент очень большой. Очень большой, и я вот себе и пальто заказала, и все заказала. Куда девать, это уже другой вопрос. Это другой вопрос. Вы можете дарить, вы можете жертвовать в какие-то фунды, вы можете что угодно делать. Вот я сейчас хочу пожертвовать в фонд, потому что я очень хочу помочь студии, которые бесплатно занимаются с нашей дочкой. Они не берут деньги, и там есть только добровольное пожертвование. И вот я хочу сейчас накупить косметики для дома и туда пожертвовать. Я, понимаете, мне это не тяжело, но я могу помочь тем, кто на самом деле, вот, да. Далее, значит, я могу свою команду баловать, да. Вот если я захочу на такие деньги покупать, я могу баловать свою команду, да. То есть, вот ты молодец, я сейчас забью на себя заказ, и в твой населенный пункт оплачу, отправлю, вот это тебе, держи, да. Вы это должны понимать. Тоже хорошее дело, помочь новичку в старте, и помочь ему, да, познакомиться с продукцией, да, заказать там кучу пробников, туда выслать. Я это практикую очень часто, да. Понимаете, да, деть, одно, деть это деть, да, можно куда угодно деть. Дело в том, что вы сейчас фишку почувствуете, да. У меня остается, к примеру, если я сделаю на стол, у меня остается 300, и я живу нормально, да. То есть, я могу реально жить нормально. Вот это вот, вот эту фишку-то вы почувствуете, а не куда деть то, что я беру, да, каждые три недели. Вот я вам про что. Вот, значит, смотрите, как выйти на авторекрутинг. Вот, как выйти на авторекрутинг. У нас сейчас YouTube от 25 регистраций в каталог есть. От 25, да, то есть, ну, сейчас уже люди идут на результат. Люди идут на результат. Так, меня слышно? Я, меня, я зависла. Так, слышно, да. Ну, все тогда, пусть тогда я висю. Главное, чтобы слышно было. Так, если сижу с открытым ртом. Ну, ладно. Вот, значит, вариантов у нас два сейчас сможем, да. Да, делать самой тысячу баллов ЛГ, да, и сесть мне хватит, и дарить регистрации. Я могу даже директорам, да. То есть, я вот сейчас сижу, вот я вот это понимаю, что вот мы до такого дошли сейчас, да. Вот. Или штамповать веточки, три каталога директорская, три каталога директорская и так далее, да. То есть, и тот, и тот вариант, он шикарен. Мы сейчас под дочкой пытаемся золото открыть, вот. Значит, с чего все начиналось? Вот сейчас вот как раз та самая фишка, потому что мне очень хочется, чтобы вы повторили наш результат, да, очень хочется. Все началось с обучения вот именно моих умничек, моих директоров. Когда я переживала, что у них что-то не получается, и бежала создавать видео. Да, это было полезно не всем, но тому, кому это было полезно, оно пошло на пользу, и они выросли, и они теперь драгоценные директора. Да, то есть, ну вот, кстати, Татьяна у нас на вебинаре, она тоже, да, помнит, как ко мне приходило 5-6 человек, да. Вот, Танюш, я вижу, что ты, по-моему, в интернете. Ответь, пожалуйста, если слышишь. А может быть, нет, может, рекрутируют во всем, да. Вот. Значит, что у нас получается, да. С того времени, да, кстати, у меня осталось двое умничек, вот как раз Даша Пахильчук и Татьяна, ой, Татьяна Лебедева, вот. Танюш, ты немножко позже пришла, но тоже зацепила тот период, когда еще все кругом почти вела одна я, да. Был у тебя тот период, когда и новичков почти одна я, и активный рост, вот, да, то есть я очень много, очень, да. Да, помнишь, да, это время, отлично. Вот, еще Танюша, значит, может подтвердить, да, вот. И вы понимаете, я так отдалась работе, и вот, все помнишь, да, вот, Танюш, спасибо, да, поддержала меня. И вот только, да, вот как раз вы, мои дорогие, помните мои первые вебинары, первый шаблон переписки, да, как все начиналось, да. Да, то есть смогут, конечно же, вот сейчас подтвердить мои слова и сказать, что на самом деле вот оно с этого и пошло. Очень нравится, ну, спасибо, Танюш, да. То есть, смотрите, я круглосуточно была в сети, я с 6% через день обучала команду по полтора часа. Ко мне приходили по 6-10 человек, ой, я отвисла в день, в день, вот, не в день, а на вебинар, это не регистрация, это на вебинар, да, приходили, да, я снимала ролики, как умела, но я их снимала. Вот, я их снимала, как могла снимать, вот, как у меня получается, я ничего не стеснялась, негатив под видео на ютубе, можно же его, чинг, в корзиночку, и человека, чинг, заблокировать, и все, негатива нет. Пишите, что хотите, самое главное, что мои ролики помогают моим людям, а остальное как-то вот, я знаю, где кнопочка блог, да. Вот, дальше, значит, какие ролики я снимала? Обучающие, рекрутинговые, итоговые акции и продукции, да, вот. Далее, значит, я создавала от 2 до 6 роликов в день, и это правда, я их делала неустанно полтора года. Сейчас я уже, честно вам скажу, я создаю 2, максимум 3, 4, 5, ну, 5 в неделю, 5 в неделю, самое большее создаю. А, еще 2 вебинара, 6, 7, ну, вот и то, видите, и то тружусь. Я сосчитать даже не могу, сколько я создала на этой неделе роликов. Я запуталась, потому что у меня вошло это в привычку, и мне это так легко дается, что я не считаю это уже за работу, то я считаю, что это мое хобби. Мне нравится рассказывать свои впечатления о продукции, мне нравится рассказывать вам, как сделать так, чтобы было так же, да. Мне нравится разложить новичку работу по полочкам, да, понимаете, мне нравится это, это хобби мое, да. Может, у вас с вами все друзья-подруги уже, да, чуть ли там не братья и сестры, потому что мы уже много времени вместе, да. Вот, у нас даже у многих с вами были какие-то терки, перетерки, да, вот вы понимаете, что мы уже почти родные с вами все, вот. И что у нас получается дальше? Вот, самое главное, что вы сейчас поймите, я абсолютно бесплатно раскручивалась. У меня нет было денег ни на Яндекс.Директ и ни на что, да. Конечно, Леночка, ну, стараюсь, стараюсь всем, никого не обижать, стараюсь. Вот, полностью бесплатно, ни Ютуб я не раскручила, ничего, все полностью руками, 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 руками. Вот когда мне говорят, Аня, ну-ка назови мне какую-нибудь платную рекламу, я хочу как-то вырасти быстро, я не умею. Я это не умею, мне нечему научить, я ни разу платно не рекламировалась, да. Один раз мы проплатили глобус на три недели, и мне пришло, по-моему, два активных лидера, так вот они сейчас уже, одна вроде бы вернулась, а вторая точно уже не активна. Все, один человек с трехнедельной рекламы. Вот, все, вот честно от слова, я все руками, своими руками создавала, все эти презентации, преобразовывала их в JPEG, выгружала их в киностудию, или снимала презентацию прям из вебинаровки комнаты, да, или там снимала презентацию через показать в Powerpoint, да, то есть я чудила все сама. Я обучалась у людей, которые это делали на Ютубе, и потом я снимала ролики, как это снять, то есть сама разбиралась методом, смотрела то, что было непонятно, потом снимала ролик своей команде, как они это могут сделать, да, вот. В киностудии меня научила, кстати, пользоваться Ольга Дубяга. Вообще я очень-очень ценю это знание, почему? Потому что мне не получалось делать так красиво, как у тех, кто это делает, да, то есть мне очень хотелось сделать такие же ролики, такие же клипы, и сейчас они начали получаться. Было бы еще время их штамповать. Вот, то есть, что я пыталась передать этим слайдам, что я делала, я вам честно рассказываю, и что это я сделала абсолютно бесплатно, но с помощью труда. Первый месяц очень тяжело создавать кучу роликов, неизвестно на какую тему, но я создавала ролики тогда, когда мне приходила какая-то идея его создать, только тогда. Я их быстрее записывала, пока не забыла, а потом шла слепать слайды, и по блокнотику составляла, что мне нужно составить. Или, допустим, новичок, где взять каталоги, я еще ищу видео, найти не могу, а я сниму новое. Сняла новое видео, где взять каталоги, что они или на промо на втором шаге, или в разделе бизнес, да, выслала раз видео, сразу 200 просмотров, да, потому что уже начали съедать мои видео, почему? Потому что много подписчиков, и много у кого оповещения, да. Вот, значит, обучалась я реально всех подряд. Мне, правда, вот я ложилась с мыслью, что вот мне нужно что-то такое для команды, чтобы дать толчок росту, какую-то вот весомую информацию, да, и вот я ложилась спать, и мне снились сны, да, то есть вот мой мозг работал даже во сне, я вам честно скажу, и мне снились сны, я с утра вскакивала, я бежала их записывать, потом их воплощала в жизнь. И очень часто мне снятся сны до сих пор. Вот, далее, значит, неважно, из какой компании лидер, я обучалась у всех. Вот, и, конечно, вот тут я болела результатом именно своих людей. Именно мне хотелось, чтобы у них все получалось. Но, понимаете, я выкладывала в общий доступ очень много. Я делилась очень много со всеми, мне было без разницы, Колины и Танины мои, мне было наплевать. Лидер пришел расти, он такой же, как я. Как круто, что нас так много. Вот такие мои мысли, да, и вот я шла, шла, вот я делилась, вот выкладывала, и оно начало возвращаться в итоге, да, оно начало возвращаться, мои труды привели меня к действию, потому что желание, закрепленное действием, равно результат, плюс порядок, плюс позитив. Вы по-любому сможете ловить позитив, если вы будете видеть, что ваш товарооборот никогда не падает и всегда растет. Вот, вам даже позитив искусственный придумывать не надо будет, вы будете уже счастливы. Вот. Скажите, пожалуйста, дорогие коллеги, был ли вам полезен вот этот мой вебинар? Если есть вопросы, пожалуйста, задайте. Вот, я перед вами опять-таки пооткровенничалась сейчас и раскрылась. И, конечно, я всем желаю пассива. Я всем желаю, хотя в сетевом маркетинге нету понятия пассивный доход, его нет, это неправильно, но мы-то его можем сами себе сделать, вы это понимаете, что мы можем. Спасибо вам огромное. За то, что, да, вам было интересно. Вот, все замечательно. Я хотела последнее не записывать, но раз уж я записала, значит, там кто-то есть из безунчиков, кому бы это послушать, да? То есть, растите. Я желаю вам везения, настроения, нежности, верности, честности, счастья, радости, веры, надежды, любви, бодрости, силы, веселья, мечт, здоровья и удачи. Вот я вам сколько всего желаю. А, еще везения. Вот. Чтобы у вас все получалось, и чтобы вы знали, куда вы идете. Начните со своей головы. Если вы будете четко видеть цель, ничего вокруг вас уже не сможет остановить. И вот это и есть тот самый порядок. И у вас само ваше место, если вы видите цель, делаете действия по этому, да? И вы позитивны. Вам сама жизнь начнет раздвигать. Все, что к вам потом придет. Она сама жизнь вам это будет посылать, а трудности будут все раздвигать. Вот это вот очень важно, что вы пойдете очень ровно по этому пути, если вы будете вот это вот составляющее делать. желать, быть уверенным, что это у вас уже есть, делать действия какие-то, и никакого негатива. Не растачайте свою энергетику ни на какие перепалки, ни на трату времени там на телевизор и так далее. Да, ничего не нужно. На самом деле все просто. Вот, Виталь, вот ты понял суть, вот прям саму суть вебинара, что на самом деле все просто. Да, вот до такой степени все просто. Зависит все вот от настроя. Будет-будет запись, Наташа, будет. Ну все, останавливаю запись.